Всем привет! С меня Виолетта и вы смотрите Спиральный Челлендж. По-моему, это уже третий или четвертый выпуск. Сегодня у нас девочек собралось немножко побольше. Участвуют Алина Плис, Настя Нэн Майерс и новенькая девочка Вероника Мельникова. Все ссылочки, конечно же, я оставлю в описании, поэтому после просмотра переходите обязательно к девчонкам. Правила у нас довольно простые. Мы рандомно выбираем 7 раскрасок, 7 картинок и будем их раскрашивать в течение недели. То есть одна картинка, один день. Я буду вытягивать бумажки из баночки, из коробочки своей. И давайте мы возьмем 1, 2, 3, 4, 5, 6 и давайте вот эту 7. Сейчас посмотрим и потом я принесу показать все эти раскраски. Значит, первое это турецкие сериалы. Интересно. Дорамы я смотрю, то есть я когда вытягиваю какую-то дораму, то смотрю ее. Вот с турецкими сериалами вряд ли так получится, потому что они длинные. Так, что-то у нас здесь милые котики. Суперфан. Это который микс. Далее. Луни Тюнс от Пиксель Раскраски. Единственное, что мне его надо еще прошить. Он у меня распечатанный, но не прошитый. Поэтому надо будет этим заняться. Мамин хвостик Лемур. Это новиночка, кстати говоря, моя. Ну, здорово, здорово, что я ее вытянула. Здесь пока что три не начатые. Ривердейл. Очень старая моя раскраска. Тоже у меня не начатая. Покемоны тоже мне надо прошить от Пиксель Раскраски. И аниме Полоски от Симолэнда. Это, кстати, очень интересно. Так, сейчас возьму раскраски, вам покажу все. Итак, я решила, что раскраски, которые у меня еще не прошиты, это Луни Тюнс и Покемоны. Вот эти две. Я выберу немножко позже картинки, когда у меня уже они будут готовы, чтобы не забыть, чтобы не перепутать, и чтобы сразу вам показать, что же я буду раскрашивать. Поэтому сейчас мы определимся с пятью известными мне раскрасками. Первая Ривердейл. Она у меня не начата, как вы видите. И здесь мне выпало число 18. Так, то есть здесь это будет картинка под номером 19, потому что они начинаются со второй. По сути, это должен быть Чак. Нет, не Чак, 18. Сиерра должна быть. Похоже? Потому что здесь она. Ну, как будто вы похожи. Я придумала в прошлом челлендже приклеивать стикер именно на ту спиральку, которую мне надо раскрасить. Поэтому очень удобно. Далее турецкие сериалы. Здесь тоже число 18. Они вообще умеют их менять. В том челлендже у меня тоже было что-то такое. Здесь уже они очень удобно подписаны. Все правильно. Такая картинка с мужчиной бородатым. Я сразу вижу, что это из сериала «Ветреный». Скорее всего. Вот так кажется. Ладно. 18, только 18. В «Милых котиках». Здесь, по-моему, меньше картинок. Идея. То есть их всего 15. 16, минус 18, 19, 20, 21. И у меня еще и первые три раскрашены. Получается, от 4. Число 6. 4, 5, 6. По полосочкам. Здесь уже в целом видно, какая спиралька. Ой, какая картинка. Но если вдруг вы не поняли, то вот это. Ну, смешнявочка такая. Ладно. Почему бы и нет? Здесь мы поверим и возьмем 20 страниц. Очень интересно, потому что эти полосочки, они без ответов идут. 1, 2, 3, 4, 7. О, здесь классная картинка с глазом. Я, на самом деле, очень хотела, чтобы она попалась. И я рада, что она попалась. Вот. Вот она будет. Это здорово. Я, правда, не знаю, чем я здесь буду раскрашивать, потому что в прошлый раз я начинала котики раскраску, и там я использовала просто черную ручку или роллер, какую-то ручку. И было очень прикольно. Она не протекла, ничего. Вот. Но не знаю, стоит ли здесь тестировать что-то другое. В целом, картинка не выглядит сложной. Разберёмся. Ну, разберёмся. Так, и последнее. Это лемуры. Но потом я ещё, да, выбираю, как только... Что ж такое? Как только я прошлю. 21. Они зачем-то здесь тоже, да, сделали... Вот зачем, спрашивается. Нумерация именно страниц, а не спиралик. Придётся нам искать так. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21. Вот здесь. Не знаю, по порядку ли они здесь идут или нет, вот эти ответы. Ну, у нас должно быть что-то вроде вот этого, мне кажется. Не лень просто ещё здесь считать. Ну да, по идее, вот это. Вот такие вот спиралички-полосочки. Мне, кстати, очень нравится, что полосочки тоже попадаются. Пока ни разу не выпали кружочки. Хотя могли, например, в миксе, да, здесь попасться. Вот, ну, я этому очень рада. Спасибо. Итак, вот они, две мои раскрасочки. Покемоны и Луни-Тюнс. Я вам сразу скажу, что буду выбирать картинки по ответам, потому что у меня здесь не всё по порядку. Что-то может быть правильно, что-то неправильно, поэтому буду идти по ответам, чтобы не запутаться. Вот, всего здесь 18 картинок, и в раскраске Луни-Тюнс нам выпало 14. Давайте посмотрим. Так, 5, 10, 14. Это спиралька, я так понимаю. Вот такой вот чубрик. Не знаю, его сейчас найду или нет. Или найти за кадром, потом его показать. Давайте вместе посмотрим. По-моему, вот он. Да. Так, закладочка. Ну, спиралька, это замечательно, потому что это легко и быстро. Такое я смогу с удовольствием раскрасить. И покемоны, страничка 1. Это, кстати, тоже спиралька. Вот он, пингвинчик. У меня тут всё перекручено и переверчено, но, насколько я понимаю, это он. Вот, так что решим закладочку. В общем, если у меня останется время, я на это очень надеюсь, то я в какой-нибудь из этих двух раскрасок постараюсь сделать что-нибудь ещё, что-нибудь посложнее, полосочки или, может быть, даже точечки взять. Ой, не ту. Нет, ту открылась. Правильно. Так что, может быть, вот что-нибудь такое сделаю. Ну, вот это точно нет. Слишком сложно. Это тоже. Это тоже. Ну, в общем, ладно. Что-нибудь посмотрю, выберу. Вот, но если не успею, то не успею. Итак, я готова показать вам, что же у меня получилось. Начнём мы с раскраски «Милые котики и кошечки». Буду показывать именно в том порядке, в котором я делала работы. И первой картинкой у меня вышел такой котик. Это гель-вая ручка Маранди из серого наборчика. Очень она такая приятная, прорезиненная получилась картиночка. Такой смешной котик. Раскрашивала на ночёвке с подружкой. Вот, очень-очень долго. Мне кажется, прям два дня она у меня заняла. Вот, у меня, да, не получалось раскрашивать конкретно прям одну спиральку в один день. То есть, какие-то дни я полторы спиральки раскрашивала, в какой-то день, соответственно, не успевала. Вот, но за семь дней я челлендж закончила. Так что всё хорошо. Вторая раскрасочка – это Ривердейл. Её я сразу после вот котика, как завершила, стала её раскрашивать. Тоже как раз на ночёвке с подружкой. Но это уже был, как бы, следующий день. Это гелевая ручка, которой я купила фамилия. Вот я вам показывала в покупках. Там от Лангу, но они не тоненькие, а такие потолще. Очень удобно было здесь раскрашивать, потому что спиральки здесь как раз широкие. Ну, вот эта конкретно была широкая, но я думаю, вам видно. Так что раскрасила я её очень быстро. Мне кажется, за часик справилась где-то так. Следующая картинка была тоже достаточно долгой. Здесь у неё вот такой глаз. Мне кажется, выбрала не самый удачный цвет. Прикольно, конечно, выглядит розовый. Вот этот оттенок – это ручка-роллер от фирмы Чош. Он такой пастельный набор, но сами ручки, они яркие. Вот, получается... Получается, раскрасываю тоже дня два, мне кажется. И долго думала чёрным этот глаз сделать, или голубым, или розовым. Ну, понимала, что будет вот что-то такое. Но в итоге сделала розовым. Ну, не знаю, выглядит как бы интересно, конечно, прикольно, но не так, как могло бы. Просто я, получается, сделала там чёрно-серую картинку, потом чёрную, и здесь я уже поняла, что если тоже будет чёрный, я немножко сойду с ума. Но на выходных вот постаралась сделать самые сложные картинки. Далее у меня была раскраска с покемонами. Она выглядит вот так. Найти её можно в телеграм-канале «Пиксель раскраски». Вот ссылочка на телеграм-канал у меня есть в хобби-влоге. Вот, где я это всё показывала. Вот здесь у меня такой потрясающий пингвинчик. Я только в процессе раскрашивания заметила, что у меня немножко съехала эта картиночка. Вот. Очень он получился. Классный такой прям, не знаю, чёсенький, ровненький. Это ручка Маранди из синего набора. Вот, очень мне нравится. Не знаю, на самом деле, какого он цвета, но для меня пингвин — это что-то сине-сиро-чёрное. Далее раскраска турецкий сериал. Я её была с собой на учёбу. Раскрасила здесь такую потрясающую мужчинку. Это у нас Миран из фильма «Ветреный» или сериала. Турецкий сериал, по идее, да. Вот такой шикарный молодой человек. Это капиллярка-скетч-маркер, причём я прокрашивала полностью, и фон тоже. Вот, ну, хорошо получилось. Тоже, опять же, здесь чёрное. В общем, много чёрного у меня здесь получилось. Далее, «Луни Тюнс». Вообще суперская раскраска. Мне очень нравится бумага, которая у меня здесь. Это самая лучшая, мне кажется, раскраска для вот... Ну, самая лучшая бумага для ручек «Маранди». Вот. Здесь, собственно, из зелёного набора ручка «Маранди». Вообще, этот челикс вроде бы чёрный, и зелёная у него вот эта каска. Вот, но я решила... Ну, я не люблю раскрашивать разными цветами, поэтому сделала его целиком таким зелёненьким. Вот оно мне нравится. Вот здесь спиральки, это, конечно, огромная любовь. Хотя и полосочки мне тоже здесь нравятся. Да и кружочки в целом тоже неплохие. В общем, пиксельной раскраски попробует. И последняя раскраска, последняя картиночка — это «Лемуры». Вот такая у меня здесь парочка. Я даже вот подписала, что это на челлендж. Получается, первая картинка у меня была раскрашена, по-моему, 15 сентября. А, вот, 14. 14, 15, 16, 18, 18, 19, 20. Ровно 7 дней. Вот, не обманулась. Это тоже ручка Маранди синяя. Но я не помню, это синий набор или это? Именно набор Маранди по цветам, который там было несколько разных оттенков. Но в целом получилось неплохо, но не очень хорошо понятно. Здесь я, ой, вначале, вначале я себе отметила, что вот эта страничка 24, чтобы потом проще было отсчитывать. Вот. Ну, здесь как будто четче, конечно. Ну, не знаю, если черную ручку взять, будет ли понятнее, но... Ладно. Вот здесь спиральки, такое ощущение, что сделано из бесплатного этого спираль Бетти. Потому что, ну, вот, я когда сама себе делала раскраски, ну, уж очень не похоже. Вот. Но у меня по детализированию, конечно, вышло все это дело. Вот. Такие результаты. Мне, в принципе, очень понравилось. Я люблю спиральчики, люблю полосочки. Не знаю, когда я бы сама что-то из этого раскрасила. У меня получается целых 6 не начатых было раскрасок. Это очень круто. Их стало немножечко меньше. Вот. Вы не забывайте, не забывайте переходить на канал к девчонкам. Ссылки оставлю. Ну, это было все. Всем огромное спасибо за просмотр. Всех люблю, целую, обнимаю. Пока-пока.